Здравствуйте! На канале ВКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Губернатор поручил установить на трассах отбойники. Как сделать дороги безопасными, обсудили на большом совещании. В сочинских бизнесменов приглашают стать подрядчиками в рамках нацпроектов. Планы обсудили на встречу главы города с предпринимателями. В Сочи усилят меры борьбы с водителями, которые мешают проезду спецтранспорта, в том числе и мусоровозам. В Сочи откроется выставка редких реликтовых растений. Проект разрабатывают в Дендрарии. Установить разделительные барьеры на дорогах и уменьшить число аварий с летальным исходом – об этом говорили на совещании по развитию безопасных и качественных дорог в Краснодарском крае. В нынешнем году только на муниципальные трассы выделят 9 миллиардов рублей. Кроме этого, займутся капитальным ремонтом отдельных участков. На одном из таких побывал губернатор региона. Узкая трасса, тяжело бы гонять. Движение, чтобы выехать с Мышастрики, например, занимает очень большое время, потому что со стороны Тимашовки разворот сюда и все идут на сторону, на ростовскую трассу. В реальном положении дел на дорогах лучше водителей не расскажет никто. Краевая трасса Краснодар-Ейск среди автолюбителей одна из самых ненавистных. Почти на всем протяжении ехать приходится по одной полосе в каждом направлении. Множество грузовиков провоцируют обгон по встречке. В результате смертельной аварии. Участок дороги, проходящий сразу через два района, Тимашевский и Денской, реконструируют к 2022 году. За это время обновят 22 километра трассы. На место, где пройдут масштабные работы, сегодня приехал губернатор региона. Начнут модернизацию с дороги до станицы Медведовской. Это 10 километров пути. Ее расширят до четырех полос. То, что это жизненно необходимо, подтверждает неутешительная статистика. За два года было порядка 46 ДТП. Погибло 15 человек, 80 были ранены. Поэтому приводим к первой категории. Будет четыре полосы, между ними разделительные. Это наша краевая дорога. Я согласен с тем, что и дорогу со стороны подъезда города Тимашевска в Краснодар нужно максимально реконструировать, расширять, делать комфортно и удобно. Но достаточно у нас много еще дорог, которые тоже ведут в краевую столицу Краснодар, которые тоже подлежат реконструкции, расширению. Принципиально важно, чтобы с какой бы стороны мы ни въезжали, в город Краснодар было комфортно и удобно. На втором этапе займутся реконструкцией 12-километрового участка от станицы Новотитаровской до Тимашевска. На этом отрезке увеличат число полос и построят транспортную развязку. Сейчас в сутки здесь проезжают порядка 25 тысяч автомобилей. Трафик очень напряженный. Это особенно ощущается, когда сам едешь по дороге. Венимин Кондратьев специально пересел в микроавтобус и отправился на нем в Краснодар. Ощущение сильного края. Это все в первую очередь дороги. Это ощущение. Качественные дороги, хорошие дороги, широкие дороги, безопасные дороги. Сегодня мы должны проговорить, как это сделать, потому что качество дорог в первую очередь зависит от нас. Мы изначально создаем, либо не создаем посылки для того, чтобы дороги были разбиты, дороги были опасными, либо дороги стали безопасными. Ну и конечно, в первую очередь, мы должны сделать все, чтобы сегодня дороги были с разделительными барьерами, разделительными барьерами, которые разделяют два потока навстречу друг другу. Это самое необходимое сегодня, если мы говорим о том, что мы должны кардинально сделать все, чтобы не предотвратить смертность на дорогах. Только за полгода на кубанских дорогах погибло 382 человека. Основная причина аварии с летальным исходом – выезд на встречную полосу. И здесь можно было бы винить самих водителей, но это самое простое. И проблему безопасности на дорогах не решит, сказал губернатор уже на совещании, которое провел сразу после объезда по региональным трассам. Мы даем оценку безопасности дорог, качеству дорог, безопасности дорожного движения, с точки зрения людей, которые находятся на обочине. Ну, 90% сидящих здесь – это водители. Вы сами себе задайте вопрос, что нужно сделать, чтобы мне, как водителю, было безопасно за рулем на дороге. И ответ вы тут же найдете. И качество дорог будет, и разделительные бордюры выйдут на первое место, и оградительные бордюры тут же вспомнить. Дорожные знаки, их видно либо не видно. Особенно в сельской местности, в населенных пунктах, в станицах. Этот знак днем с огнем не найдешь. Эти ветки, они его закрыли уже давно. Вроде дорожный знак есть, но толку-то от него никакого. И это тоже. Еще раз подчеркиваю, коллеги, здесь водитель, безусловно, никто с него вины не снимает. Но в первую очередь, еще раз подчеркиваю, надо вывести и ответственность тех, кто создает условия, в первую очередь, для безопасного движения. Дорог высокого качества по-прежнему не хватает. Из 10 тысяч километров региональных трасс первой категории соответствует всего лишь 56 километров. Не лучше дела и с муниципальными участками. Больше половины таких дорог не отвечает нормативам по состоянию покрытия. Теперь контролировать качество работ обязан будет каждый глава района или города. Разрабатываем методику восстановления дорог и улиц после разрытия, которые планируем утвердить распоряжением губернатора. В ней будут предусмотрены обязательные критерии восстановления дорожной одежды и земляного полотна на участке разрытия с полным восстановлением физико-механических параметров. Данная методика будет рекомендована для использования в инвестиционных образованиях. И мы сохраним таким образом дороги. Качество дорожных работ. У нас одни муниципалеты проверяют, другие нет. Но это должны все проверять, качество дорожных работ. Это обязательные требования. Знаки, которые там... Порой столько знаков стоит, что водитель не понимает, каким руководством. Здесь тоже это надо упорядочить. Освещённость дорог. Сколько процентов дорог освещено, особенно в сельских населённых пунктах? Ну, максимум, наверное, процентов у нас будет 30. Но это тоже влияет на безопасность дорожного движения. Поэтому давайте и здесь смотреть, какой процент освещенности. Как минимум 70% ставьте, чтобы дорог у нас были освещены. Это тоже должно найти отражение в программе повышения безопасности дорожного движения. На совещании по развитию качественных дорог говорили и о строительстве новых, и о ремонте уже существующих. О системе госзакупок, о правилах проезда грузовиков. Тема очень многогранна. Но в центре внимания – безопасность. Кто бы что ни говорил, но именно разделение движущихся потоков серьёзно снижает количество дорожно-транспортных происшествий. Можно бесконечно видеть здесь водителей, отсутствие камер, всё что угодно. Можно сейчас ещё перечислить и поставить их во главу угла предпосылок дорожно-транспортных происшествий. Мы эти предпосылки можем купировать посредством всё-таки создания таких условий на дорогах, что даже если захотел водитель выходить на встречную полосу, он не смог. Захотел по обочине обогнать – тоже не смог. Сколько автомобилей въезжает в летний период ежедневно? В пятницу уже 63 287. 63 тысячи со всей страны к нам въезжают в сутки. Вот и для них такие условия – захотел нарушить, не смог. Не смог. А если нарушил, пусть будет ДТП, но без жертв. Вот такие должны быть дороги. Вот такие, которые по-настоящему предотвращают. Не ДТП, а смерть на дороге. Вот что мы должны сделать. Дороги должны быть просто безопасными. Даже для тех водителей, которые склонны к правонарушениям, мы должны потоки разделить. Ну, а сейчас разрешите? Конечно. Почему не опробовать тросовое разделение? Оно ещё дешевле. А разделить потоки. Действительно, поручение и пропишем сегодня. Программу повышения безопасности дорожного движения вы вносите коррективы с точки зрения разделительных барьеров 100% и до 2023 года. То есть 2022 год – последний год, где у нас дороги без разделительных бордюров. Не важно, в каком они, в канатном исполнении они будут, в металлическом, в бетонном. Безопасность, конечно, вещь затратная, но экономить на жизни людей никто не будет, заявил губернатор. Тем более, когда деньги действительно есть. Только на развитие муниципальных дорог в этом году направят 9 миллиардов рублей. Действительно, беспрецедентные денежные на сегодняшний день средства выделяются по ряду программ. Первая программа – это, конечно же, безопасные и качественные дороги. В этом году мы выполняем 50 объектов уличной дорожной сети. Протяжённость получается почти 65 километров. В прошлом году мы имели с нашего бюджета, с местного, 180 миллионов рублей на дороге. В этом году мы выделили 300, а в следующем году мы 400 закладываем. И к 2024 году общая сумма на ремонт дорог будет порядка 6,5 миллиардов рублей. Но такого, конечно, никогда не было. Основные средства на ремонт и строительство трасс собраны в Краевом дорожном фонде. А это десятки миллиардов рублей. И очень важно, чтобы региональная программа развития автодорог была не декларативная, а реалистичная, нацеленная на результат, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Всё это должно быть подкреплено деньгами. Деньги, ещё раз подчеркну, большие, 32 миллиарда. Мы должны просто по уму ими распорядиться. Не размазать, как кашу по тарелкам. А приоритетно, чтобы можно было понять, что вот здесь мы их вложили и добились результата. Чтобы мы видели, пусть не сразу, на момент, кратное снижение, но явно динамику, увидели положительную. По снижению и ДТП, и, естественно, смертности на дорогу. Не просто, ещё раз, коллеги, повторюсь, программа ради программы. Не просто освоение денег, потому что их надо освоить, потому что дорожный фон большой. Количество и качество. Соразмерность. И качество дорог, конечно, и количество. Количество дорог без качества не нужно. Поставленные задачи будут выполнять в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Только в текущем году на Кубани рассчитывают снизить количество аварийно-опасных мест на дорогах на 5%. Рабочий день губернатора сегодня прошёл в Красноармейском районе. Глава края посетил крупнотепличный комплекс, место будущего парка и перерабатывающий цех. Там изготавливают пельмени, вареники, хинкали, зразы и другие товары. Владельцы бизнеса, семейная пара начинали с домашнего производства. Сейчас в их компании трудится 10 человек. Объём выпуска полуфабрикатов – более 130 тонн в год. Их товары пользуются популярностью не только в районе, но и в краевой столице. Вениамин Кондратьев осмотрел цех и пообщался с работниками. Глава региона отметил – залог успеха фирмы в ручном производстве. В чём залог успеха вот таких семейных предприятий в ручном труде? Они не годятся за количеством. Для них принципиально важно качество. И вот самознательность, о которой мы говорим сегодня. Кто-то говорит, а кто-то берёт и занимается самозанятостью. Таких же одностаничников собрали здесь. У нас всегда все ивановцы. Мастерицы, которые на самом деле делают, сами радуются и другим дарят радость. Вкусной, здоровой и полезной пищи. Действительно много не сделаешь такой продукции, но она получается действительно более живой, более домашней. После Вениамин Кондратьев пообщался с жителями района. Во встрече приняли участие вице-губернаторы, представители краевых министерств и ведомств, а также власти муниципалитета. Две школы и 85 километров дорог. На полицовете «Единой России» подвели итоги работ, которые в муниципалитете завершатся в конце лета. Это строительство пристроек к образовательным учреждениям и ремонт магистралей, который идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Партийцам начальник управления образования доложила, что к 1 сентября в Сочи откроются пристройки к 15-й гимназии и 82-й школе. Каждый корпус на 400 мест. Их готовность и благоустройство территории 1 августа лично примет Анатолий Пахомов. Рассказала Ольга Медведева и о перспективах. Важнейшая – это новая школа на 1100 мест в микрорайоне Макаренко. Появится она на месте бывшего корпуса СГУ. Здание полностью отремонтируют и сдадут в 20-х числах декабря. Естественно, что Ольга Николаевна, да и я очень хотим, чтобы ещё пристройку сделали к 23-му лицею. И если мы сделаем к 23-му лицею пристройку, то мы железобетонно-центральный район переведём, в принципе, на первую смену. Правильно? Да. На одну смену. Это, конечно, будет достижением. В следующий год строительство железобетонное, подтверждённое уже по Мамайской школе, нам подтвердили ещё школу, что дадут деньги на школу в Красной Поляне. Там тоже уже необходимо строить. Поэтому на следующий год железобетонно две школы. Две школы в 2020-м начнут строить, а одну сдадут. Это школа в Амеретинке. В целом, плюс ещё 1900 мест. А ещё в своей очереди на расширение ждут школы номер 11, 23 и 4. Но это не всё. Кроме этого, готовы уже проекты и экспертизы на школу на 1100 мест и на детский сад на 300 мест. На северном склоне Бытхи почти готова школа на Красной Поляне. Выход из экспертизы на 400 мест и на 80 мест. Детский сад на следующий год, там предполагает, что нам будем строить. На следующий год будет полностью готовы, к концу года будут полностью готовы проекты с экспертизой. на школу на 1100 мест и на детский сад на 300 мест, в Дагомосе на улице Ленинградской. И уже на выходе сегодня я разговаривала с инвестором Антон Николаевич, на выходе школа на 400 мест, ну экспертиза, чтобы прошла хорошо, и детский сад на 80 мест на Министерских озерах. Это ближайшие два года. Такие же положительные темпы наблюдаются и в другом масштабном проекте города-курорта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это шестилетний национальный проект, в рамках которого ежегодно из федерального, краевого и муниципального бюджетов городу будет выделяться 830 миллионов рублей. В этом году на эту сумму планируется отремонтировать 63 улицы Сочи. На сегодня выполнено 62% работы. 29 улиц у нас сегодня в работе, на 10 из которых мы планируем закончить работу до буквально 1-2 августа. И оставшиеся улицы, мы планируем и закончим на них ремонтные работы, включая улицы Сочи и Сочи, где у вас капитальный ремонт, до 25 августа. То есть, это все закончено. Это же 85 километров дорог будет отремонтировано. У нас сегодня есть стопроцентная уверенность, что все дороги, повторю, все 100% дорог в 2025 году будут приведены к нормативному состоянию. Нацпроект, в который мы попали, он дает возможность эти все улицы, все доедино, и кроме того еще межквартальные, привести в нормативное состояние. То есть, они должны быть такими же идеальными, как федеральные, как краевые. То есть, они должны не иметь даже лака. До 2025 года, как я уже сказал, в городе не должно не остаться ни одной улицы, которая не будет иметь хорошего твердого покрытия. Для удобства жителей, отмечает Пахомов, создан сайт дороги-сочи.ру. Там можно ознакомиться с информацией про дело на текущей и запланированной работе по ремонту и благоустройству. Там же можно внести свою улицу в список нуждающихся в ремонте. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 1 августа в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. На водоводе в Адлере объявлен режим чрезвычайной ситуации. Объявили его не после ЧП, а для предотвращения. Причина – два огромных оползня, которые образовались в результате действий застройщика жилого комплекса «Курортный», сыпавшего грунт и строительный мусор в овраге вдоль улиц Медовой и Белых Акации. А через них и проложен магистральный водовод. На этом участке за пять лет из-за оползня произошло более 70 аварий. Каждый раз надолго без воды оставались часть Адлера, Кудепста, Хоста, Мацеста. Вдоль улицы Белых Акаций движется еще один оползень. Его длина около 400 метров и ширина местами до 15 метров. Голова оползня находится на расстоянии 30-35 метров от проложенного здесь же, по дну оврага магистрального водовода и грозит повредить трубу. Для того, чтобы этого не произошло, в режиме чрезвычайной ситуации здесь с одного берега оврага на другой будет построен мостовой переход, и водовод выведен из-под тела оболзня. Введенный режим локальной ЧС позволит оперативно провести геологические и инженерные изыскания, разработать проекты, построить эстакады. В Сочи усилят меры борьбы с водителями, которые мешают проезду спецтранспорта, в том числе и мусоровозам. Сегодня один припаркованный автомобиль помешал уборке мусора в микрорайоне Светлана. Три дня машина САХ не может попасть во двор этого дома на Депутатской. С одной стороны припаркованный у забора машина, с другой – ограждение. Втеснуться в узкий коридор мусоровоза невозможно. А все эти дни на контейнерной площадке копится мусор, копятся и жалобы жильцов. Машина ставит в хаотичном порядке, как хотят, и уходит. Везде, во дворах, тоже же на Яне фабрицах заедешь, всегда машина стоит. Как его мусор брать, непонятно. Если человек добропорядочный, он придет оставить телефон. Или придет, он беспокоится о машине. Это уже третьи сутки стоит. Водителей этой машины, работникам САХа, найти не удалось. Ни самого нет, ни номера телефона. Теперь поисками займется полиция. А мастера спецавтокорреста как могут выкручиваться из ситуации. Пришлось договориться с застройщиком вот этой стройки, чтобы он через свою территорию пропустил нашу машину для мусора. Потому что жалобы от жильцов поступают, и мы не можем их оставить в такой ситуации. Здесь сегодня мусор вывезли, но не факт, что такая ситуация не повторится в соседнем дворе. Неуважительное отношение и к коммунальщикам, и к своим соседям. Это проблема не только улицы Депутатской. Городские власти предлагают нарисовать во дворах островки безопасности. Мы советуем специальную раскраску осуществлять мест проезда спецтехники, мест стоянки спецтехники. Каждому домкому надо подумать, а если, не дай бог, загорится дом, где будет удобно располагаться пожарному расчету, дабы смочь потушить пламя. И эти места специально выделять и запрещать там парковаться жителям. Вопрос создания таких островков безопасности уже обсуждался на городском уровне. Но их непросто вписать в уже существующие узкие дворовые проезды. Помочь ситуации должны и дорожные знаки. Для этого жильцы могут обратиться в городскую комиссию по безопасности дорожного движения. Запрещающий парковку знак позволит эвакуировать закрывающие проезд автомобили. К этому вопросу, помимо спецавтохозяйства, власти призывают подключиться также управляющие компании и ТОСы. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии поддельных купюр. Оперативники взяли их с поличным. Двоих гостей курорта из Томской области задержали прямо в магазине, когда они пытались расплатиться поддельной пятитысячной купюрой. Еще 146 таких же купюр на сумму 730 тысяч рублей правоохранители обнаружили и изъяли в частной гостинице, где жили мужчины. Установлена их причастность к совершению шести фактов сбыта фальшивок. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Предприниматели Сочи получат новые инструменты для продвижения бизнеса. Об этом сегодня говорили бизнесмены на встрече с главой Сочи Анатолием Пахомовым. Подробности расскажет Ольга Десятого. Встреча прошла в формате делового завтрака, удобном для открытого диалога бизнеса и власти. Анатолий Пахомов отметил, что поддержка малого бизнеса, а в Сочи это 80% от всей доли предприятий, это одна из приоритетных задач. На поддержку МСП направлены четыре региональных проекта. Бизнес будет активно вовлечен и в реализацию нескольких нацпроектов. В частности, безопасные и качественные дороги, демография и формирование комфортной городской среды. Иными словами, местные бизнесмены могут стать подрядчиками для строительства соцобъектов, ремонта дорог и благоустройства скверов. Буквально все эти проекты реализуют исключительно местные предприниматели. И генподрядчиком выступают у нас везде сочинские предприниматели, и субподрядчиками выступает малый бизнес города. Поэтому все те строители, которые раньше строили жилье, они практически сегодня все работают на социальных объектах, то есть реализуют национальные проекты. Сегодня в городе действует 18 программ для поддержки малого бизнеса. Именно поэтому доля МСП в Сочи показывает прирост ежегодно на 5%. Это больше средних показателей по краю. Бизнесмены могут рассчитывать на участие в программах льготного кредитования. Мэрия оказывает имущественную и информационную поддержку. Это та самая консалтинговая помощь, на которую предусмотрена у нас ежегодно. Небольшая сумма, но тем не менее, это миллион рублей в год. И предприниматели наши имеют право и получают эту бесплатную консультацию. То есть они могут прийти и не один раз в центр поддержки и получить ответы на их вопросы. Сами бизнесмены в Сочи тоже активны. Около 80 предпринимателей состоят в объединении «Опора России». Эта организация направлена на формирование благоприятной бизнес-среды. Они и выступили организаторами делового завтрака. Бесплатную помощь бизнесменам и начинающим, и уже состоявшимся оказывают и в центре поддержки предпринимательства. Мы создали специальное бюро по защите предпринимателей, где это на региональном, на федеральном уровне. Мы готовы поддерживать, защищать интересы, лоббировать эти интересы. Ну и таким образом выстраивая диалог с представителем государственной власти. В Сочи ведется и активная работа со студентами и школьниками, которые хотят заниматься предпринимательством. Это проекты «Бизнес-инкубатор» и «Венчурный акселератор». Активисты уже получили гранты на реализацию своих бизнес-идей. Еще больше мероприятий, направленных на популяризацию МСП, запланировано на следующий год. 2020-й в Краснодарском крае объявлен годом предпринимательства. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Никто кроме них. В Сочи в преддверии дня ВДВ прошел торжественный прием для воинов-десантников. В этом году страна празднует 89-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. День ВДВ в России отмечают с 1930 года. На территории СССР воздушно-десантные войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах. В Сочи проживают около 2,5 тысяч воинов-десантников. Это участники военного конфликта в Афганистане, контртеррористических операций, локальных войн и вооруженных конфликтов. Сегодня в преддверии дня ВДВ ветеранам вручили грамоты и награды, в том числе от общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» за верность долгу и за верность ВДВ. Это очень важное мероприятие. Почему? Потому что воздушно-десантные войска – это такой род войск, который действительно объединил в себе самые лучшие качества российского воинства. Это те люди, которые всегда идут вперед. У них недаром же девиз «никто, кроме нас». Поэтому они это доказали и всему миру, и наши жители нашей страны, наши граждане всегда могут быть спокойны, что воздушно-десантные войска всегда на чеку. Но основная задача всех, кто сегодня собрался, это растить патриотов нашей страны. Как говорят сами десантники, голубые береты, тельняшки и флаги – это повод для гордости. ВДВ – крылатая пехота. Они неизменно остаются примером силы и мужества. И этот пример они сегодня подают подрастающему поколению. Главная задача ветеранов – это военно-патриотическое воспитание молодежи. Ребята тоже знают о любви десантников к купанию в фонтанах. Однако это не единственная традиция ВДВ. Традиция – это всегда подставить плечо другу, помочь товарищу слабому и всегда быть готовым исполнить свой воинский долг и, как мы служили, отдать жизнь за свою великую родину. Десантник – это на всю жизнь. Каждый год у нас в Москве встреча полка. Мы встречаемся, помогаем друг другу и активное участие принимаем в воспитании подрастающего поколения. 2 августа десантники нашей страны в 89-й раз отметят День ВДВ. В Сочи откроется выставка редких реликтовых растений. Парк Дендрарий сейчас работает над реализацией этого проекта. В Дендрарий только готовятся к открытию новой выставки. Планируется, что в экспозицию войдут редкие коллекции реликтовых растений – ровесников самшита и динозавров. Сейчас специалистами Сочинского национального парка ведется работа по определению границ предстоящей экспозиции и поверстки ее содержания. Предполагаемое место размещения – это северная часть парка Дендрарий, которая никогда не осваивалась вторично. Это будет музей под открытым небом, популярный во всем мире формат. Проект реализуется по рекомендации Минприроды России и будет нести эколого-просветительскую функцию. Планируется, что в новый музей будут вводить экскурсии для школьников и студентов. В Сочинском нацпарке подчеркнули, что существующая коллекция уникальных растений дендрария с открытием выставки будет не просто сохранена, а пополнена. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.